Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем, чем запомнилась эта неделя самарцам. Коротко о некоторых темах. Событие, которое позволит преобразить старый центр города. Самара получила статус исторического поселения регионального значения. Самарская область – один из самых активных регионов в реализации нацпроектов. Это подтвердил рейтинг, составленный федеральным правительством. Четыре ясельные группы и 160 мест для детей постарше. В Самаре после ремонта открылся 181-й детский сад. Историческое поселение, статус которого Самара добивалась больше года. Теперь памятники архитектуры получат защиту. В проекте постановления правительства Самарской области учтены в качестве предмета охраны 726 ценных градоформирующих объектов. Подробнее – мэрия Илчан. Самара получила статус исторического поселения регионального значения. Этого события ждали все жители губерний. Новый статус позволит преобразовать старый центр и ввести четкое регулирование строительства и благоустройства в сердце города. Документ прошел общественные обсуждения и принят. Рассмотрение этого вопроса было предопределено моим поручением и обязательствами перед жителями, в первую очередь Самары, инициативной группой. Работа по подготовке документации по присвоению Самаре статуса исторического поселения по поручению губернатора Дмитрия Азарова была проведена в установленный срок. Региональный статус присвоен таким крупным городам, как Казань, Нижний Новгород, Псков, Москва, Рязань и другим центрам регионов. В то же время федеральный статус в основном присвоен малым городам. Вопросы развития территорий в крупных городах объективно более сложные, чем в малых и требуют индивидуального подхода. Уделение Самары статусом исторического поселения позволит сбалансировать процессы, направленные на реновацию центральной части города и сохранение культуры наследия. Региональный статус исторического поселения разрешит на практике проверить жизнеспособность требований, предъявляемых градостроительным регламентом, и при необходимости ощутить их частичную настройку или корректировку. Напомним, Самару исключили из числа исторических городов России еще 9 лет назад. Тогда приказ федерального Минкульта сократил перечень почти в 12 раз – с 4.78 до 41. С тех пор в Самаре не раз пытались разработать проекты реновации центра, но дальше планов не шли. В прошлом году региональные власти начали активную работу над проектом возвращения региональной столицы статуса исторического поселения. Сегодня им это удалось. В проекте постановления правительства Самарской области учтены в качестве предмета охраны 726 ценных градоформирующих объектов. Работа по выявлению памятников исторического и культурного наследия будет продолжена. Мэри Елчан Василий Кладашов, События. Самарская область – один из самых активных регионов в реализации национальных проектов. Это подтвердил рейтинг, который составило федеральное правительство на основе оценки эффективности регионального управления. Информацию озвучили на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Особое внимание уделено динамике и показателям выполнения нацпроектов, которые касаются всех сфер жизни – здравоохранения, спорт и культура, благоустройство и образование. В Самарской области строятся новые школы, открыты несколько детских садов, ремонтируют старые и строят новые дороги и мосты. По словам губернатора Дмитрия Азарова, региональное правительство контролирует 160 показателей, но останавливаться на достигнутом нельзя, подчеркнул глава региона. Мы ни в коем случае не должны уронить достигнутую планку за эти два года, которые высоко оценены и на федеральном уровне. Мы в дальнейшем должны работать еще с большей интенсивностью и достигать нового результата, в том числе не допускать отклонений по заданным показателям. Один из новых детских садов открылся в Кировском районе Самары. Сенсорная комната с интерактивными досками и столами, акустическая система в музыкальном зале, уникальное оборудование в пищеблоке. Учреждение оснащено по последнему слову техники. Здесь будут работать не только группы для детей старше трех лет, но и ясли. Подробнее Елена Малютина. Новая мебель, мягкий ковер и игрушки. Группы здесь не только просторные, но и современные. В детском саду найдется место не только детям от трех и до семи, но и тем, кто помладше. Четыре ясельные группы рассчитаны на 80 человек, еще 160 мест для детей постарше. Для семьи Ханеевых открытие детского сада стало настоящим подарком к праздникам. В новом году сюда пойдет старший сын Демьян. Я надеюсь, что мы адаптируемся быстро и для нас это важно. И у меня сейчас маленький малыш, ему месяц, и я планирую тоже его сюда отдать в будущем. Детям дает возможность развиваться еще больше, еще лучше, становиться умнее. Интереснее гораздо, конечно, в новом саду. Игрушек много, все новое. Вся мебель, все постельные принадлежности, все-все-все. Конечно, это круто. Уникальное автоматическое оборудование и в пищеблоке. Здесь можно одновременно готовить как гарниры и горячие блюда, так и выпечку. При этом продукты не впитывают в себя запахи. Электронная программа позволяет даже рассчитать время приготовления. Оснащена, по последнему слову, техники и так называемая сенсорная комната с интерактивными досками и столами. Здесь будут проходить развивающие занятия. Такой подарок детскому саду сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Также есть кабинеты логопеда и психолога. Отремонтировали и оснастили 181-й детский сад стахановскими темпами. Всего за 4 месяца по национальному проекту «Демография», инициатор которого – президент Владимир Путин. В канун Нового года дети, родители и педагоги подготовили праздничную программу. Дедушка городной, по дорогам Дедушка теленой, Райка мороз и еще как, и румяк розовый на щеках. После исполнения песен и танцев они впервые в отремонтированном саду зажгли огни новогодней елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом получили сладкие подарки от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поздравила малышей и их родителей с открытием детского сада и с наступающим Новым годом глава города Елена Лапушкина. Дорогие мои маленькие самарцы, дорогие родители, пожелать нам всем мирного неба, чтобы наши дети росли в мирной и сильной стране, в чистом, уютном, комфортном городе. Чтобы они были счастливы и здоровы, чтобы они были вашей надеждой и опорой. Ну а вам, конечно, не останавливаться на достигнутом детском саде мы будем открывать. С наступающим вас! Многие годы в этом здании размещали социальные и образовательные учреждения. В 2019 году помещение было передано дошкольному учреждению. Теперь здесь трудятся более ста профессионалов своего дела. В своей работе они используют новейшие технологии. Современная пианино, современная акустическая система нам подарила как раз глава города Елена Владимировна. Мы об этом мечтали, честно говоря. Наш музыкальный руководитель для интересного проведения, интересных занятий на улице. С удовольствием тоже участвуют родители и дети. А ребенок всегда очень чувствует, когда вместе с ним родители. Им очень приятно, и у него такой азарт появляется. Как бы интересно проходят занятия, все довольны. В новом году продолжится комплектация групп. В детский сад пойдут 240 малышей. Елена Малютина, Константин Головин. События. Их заслуги признаны друзьями, соседями и коллегами. В Самаре наградили луреатов премии «Народное признание-2019». Торжественная церемония прошла в Театре оперы и балета. Лучших выбирали в семи номинациях. Кто же они, народные герои, выяснила наша съемочная группа. Победа в премии «Народное признание» – лучший подарок к Новому году для Даниила Хачатурова. Финалисты российского отборочного этапа детского Евровидения отметили в номинации «Надежда и опора». Даниил, как и любой ребенок, ждет праздников, но сильно не расслабляется. Впереди много творческой работы. В следующем году я планирую участие в проекте «Ты супер» и буду показывать себя в совершенно новом стиле. Я учу в данный момент новые песни на иностранных языках. И сейчас стараюсь побольше учиться и развиваться. Победу в одной из самых престижных номинаций «Признание и уважение» одержала Елена Ярошевская. Автальмолог – достойный продолжатель династии врачей. За один год она сделала более тысячи операций на глаза. Объясняя свой успех, Елена скромничает. Говорит, главное – любить свою профессию. Не так все сложно. В общем-то, каждый занимается своим делом. У нас очень много, у нас каждый второй, по-моему, достойный такого признания. Просто работа и работа, и, в общем-то, хочется делать ее достойно и хорошо, как только возможно. Также лауреатами в этой номинации стали пожарные Артем Дорошенко и Евгений Гуляйкин за спасение 10-летнего мальчика из пожара. И Виктор Быстрицкий – за гражданскую активность. Почетную награду народные герои получали из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Нет больше награды, чем народное уважение и народное признание. Я от всей души хочу поблагодарить организаторов этой акции. Спасибо за ту огромную работу, которую они провели. Лауреатов премии отмечали как в новых номинациях «За верность земле», «Большие люди малого села», так и уже в привычных «Поколение добра» и «Единство и успех». Лучших специальной номинации «Волшебный мир театра», «Театр пластилиновый дождь», «Творческое объединение сад» и «Театральную студию «Астрель»» награждала глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, все номинанты заслуживают добрых слов и наград. И хочется им сказать огромное спасибо за труд, за добрые сердца, за открытость. В этом году акция «Народное признание» прошла в 12-й раз. С каждым годом активность участников растет. В 2019-м подано более 300 заявок, 70 из которых были отобраны авторитетным общественным советом. Всего были награждены 22 лауреата. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Помочь благоустроить двор. С такой просьбой главе города Елены Лапушкиной пришли жители первого дома по улице Радонежская. Люди рассказали, что на территории нет газонов, лавочек и детской площадки. Почему после сдачи новостройки жители остались без благоустроенного двора, выяснила Лариса Шалафаст. Первый дом по улице Радонежская сдан в эксплуатацию в 2014 году. Но о благоустройстве двора застройщик не позаботился. Нет ни лавочек, ни детской площадки, ни даже тротуара. У нас даже вдоль дома нет вообще никакой пешеходной тропы даже. Нам негде ходить. Просто мы идем по этому внутриквартальному проезду. Потому что вдоль дома ровно вот такая полоса. По информации департамента градостроительства, договор на аренду земли с застройщиком расторгли два года назад. Дом вводили в эксплуатацию по решению суда. Поэтому завершенного благоустройства от застройщика надзорные органы на момент сдачи не затребовали. Акт ввода в эксплуатацию в том числе и накладывает уже обязанность по благоустройству и приземельному участку. В соответствии с правилами благоустройства действующих на городе самаре на жильцах новых квартирных органов. Люди говорят готовы взяться за преображение двора и сами. Но без помощи не обойтись. На территории остается много строительного мусора. Глава города поручила районной администрации заняться уборкой свалки. Район у нас вывезет максимально мусор. Давайте с вами подумаем, что там можно элементарно сделать. Какие-то дорожки проложить, какие-то лавочки поставить. Установка детской площадки во дворе пока под вопросом. Рядом с домом проходят газовые трубы, которые могут помешать размещению игрового оборудования. Глава города поручила руководителю департамента городского хозяйства и экологии проверить схему размещения коммуникаций и рассмотреть возможность переноса труб. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Новогодние подарки и представления. В Самарском театре оперы и балета прошел большой детский праздник. С наступающим Новым годом юных жителей города поздравила глава Самары Елена Лапушкина. На праздники побывала и наша съемочная группа. Вы мне рады дети! На главную городскую елку собрались около тысячи детей. Они целый год усердно учились, показывали хорошие результаты на соревнованиях и олимпиадах различного уровня. Особо отметили ребят, которые в год театра стали победителями городских творческих конкурсов. Все они получили подарки от главы города. Абсолютно всем юным жителям я хочу сказать, чтобы они никогда не боялись мечтать и фантазировать. Чтобы они были счастливы, чтобы они были здоровы, чтобы они были окружены добротой, любовью, улыбками. Подарки для детей подготовили и городские депутаты. Пусть 2020 год придет в каждую семью и принесет счастье, принесет благополучие, принесет спокойствие. Пусть наша самарская земля в 2020 году будет продородной, а наши дела будут продотворными. Главным подарком детям и их родителям стал большой концерт. Для гостей праздника выступили лучшие творческие коллективы города. Время, когда самые заветные мечты исполняются. Самарские дети, участники акции «Елка желаний» в преддверии Нового года получают подарки, о которых просили в письмах к Деду Морозу. Глава Самары Елена Лапушкина исполнила мечты трех ребят-воспитанников Центра помощи детям Иволга. Также детям посчастливилось попасть на экскурсию в детскую картинную галерею. Свидетелем новогоднего чуда стала наша съемочная группа. Город, смотрите, в городе улица, на улице стоит дом. В доме паленка, спаффин, колыбелька. Эксклюзивную экскурсию по детской картинной галереи провели всего для трех посетителей. Восьмилетний Артем, брат и сестра семьи пяти лет, Женя и Катя. Все они воспитанники Центра помощи детям Иволга. Ребята строили рожицу у кривого зеркала, рассматривали экспонаты с помощью карманных фонариков и изучали, из чего сделаны куклы Деда Мороза и Снегурочки. Красивые куклы, сетка, сосульки, сетки, 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 сетки. Но главным событием для детей стало, конечно, участие в акции «Елка желаний». Их письма с новогоднего дерева сняла глава Самары Елена Лапушкина и передала детям подарки от Деда Мороза. Ответственному Артему планшет для выполнения домашних заданий в школе. Дружелюбной Кате – одежду для ее любимой куклы. А подвижному и активному Жене – роликовые коньки. То есть, если постоянно у детей спрашивают, что я хочу, что я заказал Дедушку Мороз, то они даже, мне кажется, ночью, если бы мы разбудили, они бы сказали, что заказали. И сегодня, я думаю, это один из важнейших моментов в их жизни, детской жизни. Дети долго готовились к этой встрече и на праздник пришли не с пустыми руками. Подарили главе города корзинку с выпечкой. «А что там? Говорите, что там? Что там, Катюш? Артем, что там внутри?» «Дед Мороз напек, или ты, Катюш?» Всего в центре Иволга проживает 91 воспитанник. Все они участвовали в новогодние акции. В центр ежедневно приезжают самарцы, которые сняли письма с мечтами ребят и готовы подарить детям чудо. К Новому году мечта исполнится у каждого ребенка. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Главный волшебник страны побывал в Самаре. Традиции менять не стал. Сначала водил хороводы вокруг елки с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Затем поздравил с наступающим одаренных ребят победителей конкурсов и Олимпиад. С Дедом Морозом из Великого Устюга день провела и наша съемочная группа. Очередной визит в Самару Дед Мороз из Великого Устюга традиционно начал с посещения театра «Самарская площадь». Там прошла благотворительная елка для детей с особенностями здоровья. Вместе с главным волшебником ребята пели песни, водили хороводы, а под конец зажгли елку. Елочка красавица! Всем нам очень нравится, правда? Да! Мамочка-елочка засверкала разноцветными огонечками. А вы нам поможете? Да! А давайте же все вместе. Раз, два, три! Елочка горит! Из театра главный новогодний сказочный персонаж отправился в школу номер 132. Там его ждали одаренные ребята со всего города, победители и призеры областных олимпиад. Талантливые школьники провели для российского Деда Мороза танцевальный флэш-моб. Дед Мороз рассказал, что в этом году от детей и взрослых ему пришло более трех миллионов писем в резиденцию в Великом Устюге. Не все просили в подарок игрушки и гаджеты. Многие мечтают о самых простых вещах. Например, о здоровье себе и близким. Или, к примеру, обнять главного волшебника страны и сделать с ним селфи. Я хочу, чтобы в нашей семье все было хорошо, никто не болел. Счастье, радость и здоровье в любви. Я считаю, что загадывать гаджеты – это немножечко типично, поэтому я тоже лучше пожелаю здоровья родителям и всей семье в основном. Карелия, Удмуртия, Якутия. Дед Мороз побывал во многих регионах России. Из Самары он отправится в Ригу, Калининград, Москву, Санкт-Петербург. Всего в планах объехать около 50 городов. Площадь Куйбышева полностью готова к празднованию Нового года. Не хватает только снега и мороза. Трескучего пока еще нет. А вот Дед Мороз с подарками, волшебным посохом и снегурочкой уже создает настоящую атмосферу праздника. Дорогие мои друзья, всех самарцев от Мала до Велика поздравляю с Новым годом. Желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Добрых свершений и новых мечтаний. Сказочные герои и развлечения уже ждут самарцев на площади Куйбышева и в усадьбе Деда Мороза. Она будет работать до конца праздников. Елена Малютина, Василий Калдашов, Константин Головин. События. Эти ребята, как никто другой, умеют радоваться жизни. В Самарском пансионате для детей-инвалидов прошел новогодний праздник. Каждый получил подарок. Развивающие игрушки, книги, игровая приставка и телевизор. Презенты готовили всем городом. Подробнее в нашем следующем сюжете. Снеговики, клоуны, сказочные персонажи и даже танцующая елка. В ярких костюмах праздничную атмосферу для детей с особенностями развития создают волонтеры. Таким деткам это тоже нужно, даже больше, чем нам. Мини-праздник здесь уже доставляет огромное удовольствие, когда ты видишь, что они радуются, что им от этого хорошо, что они с тобой играют, обнимаются. От этого становится очень тепло на душе. Танцевали и водили хоровод, а еще рисовали, клеили и мастерили. Для детей провели мастер-классы. Берем какие-то вещи, которые можно обновить и потом использовать. Например, мы сегодня сделали вот такие заготовочки для сумочек с помощью акриловых красок. Развивающие игрушки, книги, вязаные носочки и варежки детям преподнесли подарки от общественных и коммерческих организаций, благотворительного фонда и неравнодушных самарцев. А сотрудники полиции презентовали игровую приставку и телевизор. Есть хорошее выражение – чужих детей не бывает. Поэтому наша общая задача, чтобы наши дети в преддвериях Нового года, во-первых, всегда верили в то, что добро побеждает зло, и во-вторых, всегда верили, что праздник Новый год, что чудеса и их желания должны сбываться. В Самарском пансионате ни одного ребенка не оставили без внимания. Поздравили с наступающими праздниками, вручили подарки и тяжело больным детям. Здравствуйте! Издалека мы к вам пришли с праздником поздравить, с Новым годом! Чудеса в Самарском пансионате происходят не только в канун Нового года. Каждый месяц волонтеры проводят здесь чумовую дискотеку. Для этих детей очень важно ведь не просто один раз прийти, а для любого ребенка важен друг. И вот мы все, наша огромная команда уже стала для них друзьями. Они все знают нас по именам, они нас ждут, радуются настолько искренне, что, мне кажется, больше никто так не умеет радоваться. И к сегодняшней нашей новогодней дискотеке, мне кажется, половина просто города Самары приняла участие в сборе подарков. Елена Малетина, Николай Сидоров, События. Самый главный подарок – это мама рядом. В новогодние праздники осужденные женщины из 15-й колонии получают возможность больше времени проводить с детьми, которые растут там же. На этой неделе поздравить малышей, отбывающих наказание, вместе с мамами приехали общественники. Слово – Марии Левиной. Дочь. Мария попала в места не столь отдаленной, уже беременной Евой. Женщину осудили за мошенничество и отправили отбывать наказание на три года. Дома остались ждать старшая дочь и муж. Уже через полгода семья снова высоединится, а сейчас озорная Ева – яркий лучик света в серых буднях женщины. Здесь Марию посетила муза, она начала писать стихи. Какие-то стройки в душе появлялись, какие-то слова. Делала просто черновой вариант наброски. Потом родила Еву. Она мне очень много позитива дарит, очень много положительных эмоций. Поддержка родственников – это у меня самое главное, потому что я знаю, что я им нужна, мы им нужны, и что они нас ждут домой. Это как бы придает сил и надежду какую-то лучше. Стихи Марии вошли в опубликованный сборник поэзии «Женщин-заключенных». Когда они изложили это в стихотворной, в поэтической форме, конечно, мы на самом деле видим, что эти люди действительно стали на правильный путь. И поэтому эта книга, она и была названа, при условии, что об этом нас попросили сами авторы с чистого листа. В этих стенах собрались женщины, которые нарушили закон. Сейчас они отбывают наказание и работают с санитарками в детском саду при колонии или швеями на фабрике. После смены мамочки спешат провести время со своими детьми, которые знают, что такое свобода, разве что из книжек. Они родились здесь и никогда не покидали этих стен. Эти малыши с особым трепетом ждут новогодних каникул. В эти дни мамы смогут больше времени провести с ними. Мы здесь тоже стараемся сделать какой-то семейный праздник. Также накрываются столы у них, также телевизоры. Везде у нас есть просмотры новогодних телепередач. Утренники. Это не последний сегодня был утренник. У нас будет еще утренник, еще будут подарки. У нас распланировано все до 10 января. Часть осужденных женщин живут вместе со своими малышами. Для того, чтобы не разлучать родных людей, здесь созданы все условия. Спальни, ванны, комнаты, столовая и игровая. Однако дети проживают в колонии вместе с мамами только до трех лет. Потом их передают родственникам или в дом малютки. Мария Ильевна, Григорий Бляшаков. События. На этом наш выпуск завершен. Удачи и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова